светлана алекс андрей андреевич скажите пожалуйста как вылечить амиотрофический склероз это заболевание амиотрофический боковой склероз да есть такой бас если такой способ бады или какой-то звук слушать или еще что-то но там же это все заболевание но аутосомно доминантная вызванная генетическими атовизмами у человека возникает связано это с генетической предрасположенностью можно ли как-то это изменить были ли в моей жизни люди которые смогли улучшить свое состояние и даже вылечить вы знаете да моей жизни сразу же хочу сказать что это не является панацеей не является прям стопроцентной рекомендации к использованию но случае же были то есть женщина которая лежала прикованная в дальнейшем начала вставать и прожила и говорили что она будет жить там 5-6 лет она при этом ну скорее всего даже до сих пор живет я не знаю ее историю но я после того когда и поставили такой диагноз и она была лежачий ну наверно после этого спустя ее и три года видел и пять лет и знают точно что она даже за рулем ездила хотя для самого заболевания когда-то одному доктору сказал он мне ответил что андрей андреевич вы же понимаете что это но не то заболевание видимо ей поставили неправильный диагноз и так далее я говорю ну послушайте там же неправильный диагноз в общем то поставить невозможно так как там есть исследование мозга которые указывают на наличие или отсутствие данного заболевания но тем не менее вернемся все же к теме рекомендация звучит так необходимо выкопать куст крыжовника в тот момент когда на крыжовнике есть ягоды весь куст вместе с корнем вымыть также отдельно отложить ягоды отдельно листья отдельно корень и отдельно стволы все это между собой перемолоть высушить все это между собой перемолоть все это высушить между собой перемолоть после чего настоять либо на спиртовую на спирту либо на водке лучше на водке настоять это на протяжении 10-20 дней принимать по чайной ложке либо же заваривать столовая ложка на стакан воды принимать два раза в день утром и вечером ну а если эзотерический способ эзотерический способ выглядит так необходимо представлять будто в середине вашей головы огненный яркий шар на него необходимо накладывать или выкладывать тесто и представлять будто вы шпателем это тесто размазываете по всей поверхности этого шара и добиться состояние при котором закипать или сжариваться и сгорать вот этот вот это тесто не будет по моему мнению само заболевание связано с переизбытком переизбытком желчи у человека это обычно происходит у человека который тотально контролирует свое огорчение негативное поведение и так далее ну и перегорить перегорает все это в нем это желчь не выходит при этом эмоции не проявляется при этом человек такой более спокойные хотя должен быть более холеристические более такой активный и это все в со временем может перерастать вот в такое заболевание по моему мнению может помочь применение желчевых желчегонных препаратов в небольшом количестве а также вещества гипотеза